Вы знаете её имя? Вы слышали её голос? Теперь она снова с вами! Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Всем привет и добро пожаловать в программу «Стриж тайм». В ближайший час мы с вами проведём вместе, сделаем это, как обычно, хорошо. В честь вашей красоте, Павел. Салфет вашей милости, Ксения, но сегодня ты прям с огонём, мы же проведём этот час. У меня немножко грустинка, поскольку очень нескоро тебя увижу, со следующей недели ты уходишь в отпуск. Ну что ж ты вот всем рассказал? Наоборот, чтобы усиленно слушали. Рада представить сегодняшнего гостя, музыкант, певец, актёр Ренат Каримов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это так написано в афише «Стриж тайм», а я сегодня сама посмотрела, актёр. Я думаю, музыкант и певец для музыкального радио. Это вполне нормальное явление. Вот на последнем я хотела бы приостановиться. Вы не актёр. Не, ну, в принципе, мне кажется, любой артист, он должен обладать актёрским мастерством, поэтому... А, ну... Специально я не заканчивал ничего, но, в принципе... Ну, артист эстрады. Конечно. Актёр это подразумевает драматический театр и кино. Ну, я снимался в нескольких фильмах. Да ладно, серьёзно, а какие? «Ботсман Чайка». Угу. Вот, и у нас на Кавказе. Я забыл уже, как он называется. Всё, тогда актёр. Конечно. Вот, ну, это серьёзно, там... Нет, всё серьёзно. Актёр... Харатиан. Ну, ещё много, в общем, таких известных актёров в кино. Ну, тогда актёр, всё право. Вот я это и хотел уточнить. Я думаю, может быть, вы в театре играете, например, я не знаю, в Дагестане, да? А я же туда не хожу, в Дагестанский театр. Далековато. Пока не хожу. Пока, да-да-да. Ну, может быть, приедет на гастроли, тогда схожу. Сюда приедет. У нас сегодня очень много информационных поводов. Во-первых, в середине часа у нас премьеры песни. То есть первый раз и на волнах радиошансон, и в программе «Стрештайм» прозвучит песня. Но они, естественно, ближе к половине часа мы, собственно, и скажем. Дальше. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Все постоянно и знают. Поэтому я могу показать. Вот так вот выглядит книга Рената. «Несломленная трость», так называется, Ренат Каримов и Гасан Каримов. Гасан – это ваш отец. Это ваш отец. Значит, это очень интересная история. О ней нужно говорить поподробнее. И сейчас нам нужно прерваться. Ну, чтобы не прервать этот рассказ. Я думаю, что сейчас после некоторой паузы мы выйдем и прямо начнем говорить про эту книгу. Поэтому музыкант, певец, актер, писатель Ренат Каримов сегодня в гостях в программе «Стрештайм». Прервемся и вернемся к книге. Ксения Стриж в программе «Стрештайм». Только на радио Шансов. Ренат Каримов – мой сегодняшний гость. И если вы только что к нам присоединились, хочу сказать, что речь идет у нас сейчас, пойдет о книжке, которую Ренат вместе со своим отцом Гасаном Каримовым написали «Несломленная трость». Расскажите, во-первых, вот такую необычную ситуацию в вашей семье, но вообще вот расскажите все, что считаете нужным об этой книжке. Ну, я сразу скажу, что это автобиографическая повесть. Вот, в принципе, вы назвали меня писателем, это очень громко. На самом деле, это все, что было, все, что случилось в нашей жизни. Вот, идет описание и наше, так скажем, мировоззрение и мнение. Вот, а вообще идея родилась у меня. Я попросил, давай, ну, с отцом вместе, как бы, напишем эту книгу, потому что почему-то я посчитал, что кино было бы очень интересным для людей именно, вот, и... Нет, начну с того, что у меня родители незрячие, вот, и... Я вот жду, я вот жду, потому что «Несломленная трость» — это, на самом деле, особенности, то есть это про первую чеченскую кампанию книгам. Это вторая, скорее всего. Это вторая? Ну, нет, там описано и как первая начиналась, и все, но вот именно в основном... Как незрячие люди воспринимают во-первых их, ну, как это сказать, их незрячими глазами, их ушами, их... Идея вот в этом и заключается. Я тоже отсускал, я говорю, пап, говорю, представь, до этого никогда еще, говорю, не показывали, нигде, говорю, не озвучивалось, и не было такого кино, в котором... Как видят войну незрячие своими глазами, так скажем. И вот, а я, так как я вырос среди общества незрячих, общества слепых, знаю это все изнутри, это вообще другой мир. И очень интересно, кстати, об этом было и рассказать, и описать, вот что мы и сделали в книге с отцом. И на самом деле очень кинематографичная история, просто к тому, что если кто-то из слушателей сейчас имеет отношение к кино, к продюсированию, вот для начала нужно найти эту книжку, прочитать, я думаю, что эта идея действительно может быть... А я могу пару эпизодов даже просто элементарно, например... Во-первых, расскажите вот про этот дом, общество незрячих, общество слепых, ну оно так и называется, потому что я в свое время читала книжки, я работала с обществом слепых в Москве, читала им литературу, это совершенно другой мир, совершенно другое... В принципе, это дом, в котором, да, живут в основном все незрячие жили, вот, и во время войны, когда уже вторая кампания началась, многим, ну тем, кто там жили, многим некуда было ехать, у кого-то не было средств, вот... А какой город это? Грозный. Еще особенность, мама у вас, чеченка, а отец дагестанец, это такая очень редкость, и потом, когда началась война, вы переехали в Дагестан. Да, в 99-м, уже ближе к 2000-му году мы переехали в Дагестан, в общем, человек там 20 где-то осталось, и они, в принципе, фактически всю вторую кампанию провели в подвале. Вот, и там как раз, как у них закончилась вода, что они делали, как они дождевую воду собирали. Потом, несмотря на то, что вроде бы идет война, вот они вот там нашли несколько велосипедов, вот сели, кто более-менее зрячий был впереди, вот так вот за ними катались в те моменты перерыва, когда не было обстрела. То есть, несмотря на то, что вроде бы идет война, а сама по себе... Слушали радио, протягивали антенну. Да, сейчас сама книга, она не несет такого какого-то пессимистического настроя, а наоборот, все на самом деле очень так позитивно. Вот, и этот момент, там есть эпизод, как отец рассказывает, когда они, когда у них вода закончилась, где-то в двух километрах от нашего дома был источник серной воды. То есть, они уже ее пили, и чтобы до него дойти, надо было пройти это расстояние, вот. А там фактически все, когда война идет, кроме собак, там очень большое количество собак, то есть на улице прям, и все, больше никого, людей нету. И только военные с обеих сторон. Вот, и отец говорит, я иду, но он же не видит ничего вокруг только вот. Просто, а война, это такое дело, там кто-то может просто там прицелиться, и кто знает, кто там идет, зачем идет. Кто-то может даже просто проверить, там метка, винтовка там стреляет или нет. Ну, то есть, вот все вот так, это война. И здесь он говорит, вот каждую секунду он не видит, и вот эта мысль. Вот сейчас меня стрельнут, вот сейчас меня стрельнут, вот сейчас меня, вот это, говорит, время, на самом деле. Эти минуты, там полчаса, они как будто, я не знаю, как месяц. Как целая вечность. Как целая вечность, в общем, проходили. Ну, очень много интересных эпизодов. Когда в них снаряд попал, вот как отец мой, у него был радиоприемник, они нашли там аккумулятор этого танка, подключали, в общем, ловили эту связь, как они общались. Он уже график составил, когда там будут бомбить, там это все, в общем, там очень интересно, надо читать. Не сломленная трость Гасаны и Ренат Каримовы, ищите книжку, и действительно, это вот даже то, что рассказывает Ренат, действительно, как-то так, кинематографично это очень представляется. Может быть, это кого-то заинтересует, нам будет приятно. Сейчас мы прервемся, чтобы возобновить разговор, конечно. Стриштайм снова на радиошансон. Ренат Каримов, мой сегодняшний гость. Ну, слава богу, война закончилась. Слава богу. Да. Ну, вы переехали из Чечни в Дагестан. Нет, я в Чечне тоже сейчас живем. И там, и там? Да. Там дача, здесь квартира. Нет, там тоже восстановили дом. Ну, да, там сейчас красивый, там город я иду. Мама в основном в Чечне, отец больше в Дагестане. А вы навещаем. А я кастролирую. Да, да. Так вот, наступил мир, началась другая жизнь, да? Мама в Дагестане. Могли подумать, что я буду, что у меня будет профессия какая-нибудь такая публичная, что я буду тем более певцом. Потому что всегда был очень скромным. Ну, почему был? И, в принципе, сейчас, наверное, тоже, да, являюсь. Очень. Вот скромным. Чересчур. Да, человеком. Вот. И вот никогда об этом не думали. А я почему-то вот ходил в школе и всем писал, вот увидите, берите у меня сейчас автограф, и потом я стану знаменитым. Не знаю, вот говорил, как-то так получилось. Никогда у меня ни способностей не было, ни проявлял. Но, судя по вашему телосложению, вы занимались борьбой, как и все. Ну, я и сейчас стараюсь заниматься спортом. То есть спорт у меня регулярно. Борьба – это же ваша национальная. Вообще всегда борцы по жизни. Да, да, да. Ну, так что вот так. Получилось так, что где-то во время студенческой весны меня исключили из университета. За что? Ну, вот у меня один преподаватель был принципиальный. Там больше принцип на самом деле был. Она не хотела мне ставить оценку. А на кого вы учились? Экономиста. Ну, специальность менеджмента. И фактически пошел, вернее, даже исключили. Что-то надо было делать. Ни в коем случае не хотел говорить родителям, потому что это было бы такое потрясение. У меня родители все возможное сделали, чтобы устроить. Помогли устроиться. И получается, как раз был набор на студвесну. А я там что-то бренчать умел, пару песен под гитару. Пришел, пришли, проверяли, кто что умеет. И я исполнил несколько песен, искали. Ну, так, вроде ничего. В общем, выиграл среди факультетов, потом среди вузов. И вот так занял первое место. По большому счету, из КВН-то ноги растут. Да. Студа весна, это, в общем-то, то, что... В принципе, да. И оттуда все началось. То есть я понял, что в этом есть смысл для меня. И это мое призвание петь. А вы именно поете или вы пишете же? Я пишу, но больше тоже я очень самокритичный. Поэтому у меня очень редко именно свои авторские вещи выходят. Но выходит. Но больше я исполнитель. И вот мы подошли, собственно, к премьере песни. Песня называется «Берега любви», да? Правильно? Да. Да, «Берега любви». Рассказывайте. У вас есть история. Да. Вообще у меня в основном все песни, они, по крайней мере, сейчас, как я где-то в 2012-2013 году, я так скажу, перешел на более осознанный. Ну, как это правильно сказать? То есть у меня жизнь пошла осознанная. То есть это, наверное, или с возрастом произошло, или с какими-то, может, жизненными потрясениями. И сейчас все песни, они, в принципе, фактически характеризуют какие-то мои ситуации в жизни. Да. На самом деле, там, в принципе, в словах все сказано. То есть это говорит о том, что это вы написали эту песню? Нет, но я... Или вы рассказали историю? Я так скажу. То есть текст изменен, фактически. Не я ее сам писал. Я написал ее Аслан Гусейнов, у нас есть такой автор-исполнитель замечательных песен. Но текст полностью изменен. То есть там изначально была подача вообще абсолютно другая. А как это называется? Это значит, другая история? Ну, история другая, да. Адаптация. Адаптировал под собой. Вообще, кстати, у меня очень часто те песни, которые мне сегодня приходят, я их полностью адаптирую вот именно под свой образ. Это, ну, вот так как-то. Чтоб не светиться. Мало ли. Вроде как и со мной, вроде как и не со мной, да? Хорошо. Берегая любви, премьеры песни Ринат Каримов. Стриштайм. Ринат Каримов и мой сегодняшний гость. Зажигательная песня. Зажигательная. Прямо вот я вижу. Эхо разгоняется. Усидеть очень сложно. Да, прямо. А мы были свидетелями, как Ринат танцует. Да. Ну, не сейчас конкретно, но здесь было несколько па. Вот. Ну, это с рождения, мне кажется, каждый кавказец умеет. Я вас прошу, никому не рассказывайте. За последние два года вы первые, кто это видели. Да ладно. Ну, а как? Ну, вы же на родине, у вас бывают же какие-то там мероприятия, свадьбы, там, дни рождения. Вы же танцуете. Да, я шучу. Вы же чуть-чуть сразу танцуете. А, я шучу. Типа я такой скромный, но шутник. Понятно. А, вот он. А вот насчет песни. А у вас есть альбом или... Есть, у меня где-то девять альбомов. Да ладно. Да. Это же вы сколько уже поете? С 2005 года. Вот, 13 лет уже получается. Скоро 14. Какой удивительный мир. А я вот с вами только вот сегодня знакомлюсь, понимаете? Тут самый редкий. Хорошо. Хорошо еще пока живой. Я имею в виду, тут так время пройдет вообще. Нет, так я больше скажу. Услышите. Так я больше скажу. Я только сейчас посмотрела на дату издания книги. Это 15-й год. Книги-то уже 3 года. Да. А почему никто о ней не знает? Почему вот только в Стрештайме вот он, вот, вот, вот оно? А я на самом деле, мы сделали как-то вот, наверное, вот, мне кажется, у каждой вещи свое время. Вот, сейчас вот время, сейчас я буду заниматься этим. Просто немножко занимался другим, выпустил книгу. Вот, и как-то вот сначала был какой-то азарт, а потом я вот ушел в свое творчество немножко. Ну, у меня там семейные обстоятельства были, вот, очень такие какие-то потрясения в моей жизни, поэтому немножко я отвлекся от всего этого. Вот, сейчас начинаю снова всем заниматься. А вы только музыкой занимаетесь? Или вот вы говорили, что у вас экономическая, я не знаю, так я не поняла, закончили вы в итоге или нет? Сейчас так есть, вот на радиостанциях все смешано так же, наверное. Ну, любой артист, наверное, экономист тоже, как бы, там считает, что... Не знаю, я совсем не экономист. Не, ну, так, да, не, на самом деле я тоже так, не экономист, наверное. Ну, в принципе, просто сам слежу за своим, там, творчеством, сам, в принципе, как бы прорабатываю, какие песни будут, что будет, как будет. Ну, как вам, мне кто-нибудь помогает, что ли? Я вообще не могу представить, как можно вот самому, вот, тем более при вашей природной скромности. Ну, поэтому, наверное, поэтому вы меня до сих пор и не знали, потому что сам... Нет, ну, в Дагестане, в Чечне вас знают? Нет, там знают, там знают, я имею в виду здесь, здесь, хотя, в принципе, я кручусь на радиостанциях, вот, у вас тоже постоянно меняется руководство. Ну, не надо сейчас так это заостряться, конечно. Нет, я не в плохом, как бы, я имею в том плане, вроде все нормально уже, там, все, и раз, поменялось руководство, все, и надо отношения по-новому выстраивать. Вот я в этом плане как-то, и постоянно вот такая ситуация, в общем. А у вас есть на... А вы на каком поете языке? Наверное, на трех языках поете. А, даже на четырех уже. Вот, я бы хотел сказать, на чеченском или на даргинском? На чеченском, на даргинском, на русском. Ну, в основном, у меня, конечно, творчество на русском языке, вот, и часто очень выступаю на наших мероприятиях, дагестанских, чеченских, вот, и не только по всему Северному Кавказу. А какой еще четвертый язык-то получается? Я спел на одном из самых сложных языков в мире, который считается. Какой? Кабардинский. Да ладно? Да. А я думала, венгерский самый, там вообще можно с ума сойти, бро. Он очень сложный язык. Да, серьезно? Да, очень. Вот, и настолько тем, кто, после того, как записал песню, настолько самим кабардинцам понравилось, и, говорят, настолько чисто исполнил, но это не мои слова, это что мне говорят, что даже многие местные, которые языка не знают, ну, вот, молодежь, многие же не знают языка все равно, вот, они тоже исполняют, даже у них, говорят, больше акцента, чем у тебя, вот. Ну, видимо, слух есть. Ну, да. Да, так что так. Хорошо, мы прерываемся. Прерываемся. Стриштай. А как к вашему выбору, Рената, относятся ваши родители, ваша семья? Наверняка вы не один в семье. Наверняка у вас есть братья, сестры. Ну, я думаю, любые родители будут радоваться, когда их ребенок занимается делом. Вот именно. Вот увлечен, то есть развивается в чем-то постоянно, стремится к чему-то хорошему, вот, не проводит свое время зря, зарабатывает. Вот, я думаю, что только плюсы, в принципе, ну, по крайней мере, они все видят, и они довольны. Ну, многие, вы же не из-за артистической семьи, правильно? Нет, у меня родители, в принципе, были, отец-музыкант у меня фактически на всех инструментах играет. Он закончил Грозинское училище по аккордеону, вот. Несмотря на это, он, будучи незрячим, он играет почти на любом. Вот я хотела спросить, прошу-прошу, а он с рождения незрячий или это? С рождения. Мать, солистка была, группа у них там. У них была группа при клубе, вот, общество слепых, вот, группа просто, как бы, как это называется, коллектив... Самодеятельности. Да, самодеятельности просто, они собирались сами, исполняли песни, вот, то есть у них очень большой репертуар, их вызывали. Ну, раньше, как было, там, например, там, общество слепых, там, Осетия, Владикавказа или там, Сочи вызывало, ну, вызывали их там к себе, там, они менялись опытом, там, то есть это 90-е, там, 80-е годы, вот так они ездили, я помню, я даже с ними ездил тоже, засыпал прямо на репетициях, там. То есть у вас, в принципе, по большому счету... Ну, жизнь вообще была связана, просто я себя... Вы, в общем-то, по большому счету, общались в основном с незрячими людьми? Да. Ну, в детстве, да. А потом, конечно, уже, когда в школу, там, это все пошло, то есть так, да. А так, с детства, в принципе, да, так и было. Ну, это же очень взрослит ребенка, потому что нужно же сам, ну, ухаживать, там, что-то помогать, там, все равно возможности очень ограничены. Ну, вообще, любые трудности, мне кажется, делают человека, во-первых, мудрым, и, естественно, мудрость, она всегда, ты всегда бываешь старше, чем твои сверстники. Поэтому, начиная от этой войны, которую, в принципе, я прошел, начиная от всего, что мы видели, вот, и, например, человек обычный, который этого не видел, он все равно так не будет мыслить, так не будет это чувствовать, так не будет понимать. Вот я, например, сегодня вижу, когда по телевизору показывают война, ни один человек, который не видел, что такое война своими глазами, не прожил ее, он этого не почувствует, он не поймет, что за боль и что там вообще происходит на самом деле. Причем не в качестве военного, а именно в качестве мирного жителя. Да, конечно, это ужас, это ужас, я ни одному человеку не пожелаю видеть, что такое война вообще, это ужас на самом деле, это ненормальная вещь, и пусть какой бы ни был, пусть лучше будет мир. Я всегда за то, чтобы, какие бы там, что бы ни произошло между там республиками, государствами, что бы ни происходило, я считаю, что любую ситуацию можно решить мирным путем. Это правда. Вот, ну, если такая задача стоит, конечно. Конечно, ну... Это совсем другой разговор, там, за этим же еще... Ну, обсы, да, конечно. Другая история. Целая история. Да. Так все-таки у человека, конечно, понятно, все мы хотим быть космополитами, и там хорошо, где мы есть, но все равно у человека должен быть дом. Где ваш дом? В самолете. В самолете? Нет, ну так же, нет, ну как, мой дом, моя крепость, а мне кажется, для... Для кавказца вообще это очень важно, вот это вот, вот какие, где, где корень? Ну вот я в Москве живу, например. То есть... Здесь у меня есть, да, жилье, то есть отец живет в Дагестане, мама в основном в Чечне, вот. Я везде себя чувствую как дома, вот я не знаю, вот я не могу сказать. Вот. Ну, больше, наверное, бываю в Дагестане, поэтому дом все-таки для меня Дагестан. Ну там море, там... А мы как раз живем прямо на берегу, вот, прямо на берегу, и там метров 50 от нас море. А вот я не была после войны в Дрозном. Поэтому я там не купаюсь, ну, как бывает. А, ну да, когда на море... Когда море рядом, да, все спрашивают, ты, наверное, ходишь, купаешься? Я говорю, нет, за все лето два-три раз пошел. Так что так. Ну, это такая болезнь местная. А куда-нибудь едешь, как будто море никогда не видел, там начинаешь. Другое место, как обычно, в общем. Мне очень нравится, у меня очень много знакомых одесситов, и вот они на лето... Одесса же на море стоит, правильно? Вот они... Не, мы к морю поедем отдыхать. Я говорю, да вы в море же находитесь. Не, ну это дома, нет. Ну, куда-нибудь поедем в Турцию отдохнем. Да, да, вот это не понимаю. Я не могу это объяснить, это как... Очень удивительно. Вот я не была в Грозном после войны. До войны это был невероятно зеленый, классный город. Сейчас меня... Я видела только по телевизору, ну, какие-то там репортажи, если там какие-то там события происходят. Сильно он изменился? Очень сильно изменился, на самом деле. Очень сильно изменился, но по-прежнему зеленый. Он был очень зеленый. Да, ну, может быть, не так, как раньше, да, но в любом случае. Очень зеленый, очень много деревьев там и сажают сейчас, и парки, и различные. Это все возводится снова. Вот. Ну, на самом деле, мне кажется, он сейчас больше в плане инфраструктуры такой более современный. Ну, он современный. Да, современный, интересно. Такое слово, может быть, не совсем подходит, но он такой модный. Да, модный город, да. Я так скажу, по-своему, по-своему интересный. То есть сравнивать со старым Грозным я бы не стал, потому что немножко они разные. Сейчас он более такой модный, интересный, красивый город. Небоскребы там, ну, вы сами видели. Ну, да, 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 да. Так что вот так. Ну, в общем-то, наверное, может быть, это и правильный выбор. Вы уж если говорите о той стезе, которую вы выбрали, да, музыкант, певец, там, ну, такую творческую историю, может быть, все-таки, наверное, Москва, она так больше дает возможностей. Хотя, с другой стороны, вот здесь вас практически, ну, мало кто знает, а там вы национальный герой. А я так скажу, мне всегда говорят, ну, я не скажу, что мало прям знают. В принципе, меня здесь так знают тоже относительно. Я очень часто выступаю, может, на федеральных каналах. Да, да. Я бываю там, ну, фактически не бываю, очень редко. Но так люди достаточно знают. Вот я когда прилетаю в Москву, мне всегда говорят, а что ты чувствуешь здесь в Москве? Вообще, какое у тебя отношение к Москве? Я говорю, как только я выхожу из самолета и вдыхаю этот воздух, я говорю, город возможностей. Вот здесь прям воздух пропитан. Да, если ты умеешь что-то, если ты хочешь чего-то в жизни добиться, и действительно у тебя пока изнутри все горит, то Москва – это твой город. Чего я, собственно, и желаю вам. Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, видимся не последний раз. Вот, традиционно уже для ноября, для конца ноября. С наступающим, потому что, ну, вряд ли мы, там, впереди месяц, который пролетает, вряд ли мы где-то пересечемся. С наступающим. Паша, тебе хорошо доработать сегодня, завтра. Спасибо, моя дорогая. Вот, и ты, как в том анекдоте, не любишь теплую водку, потных женщин, и идешь в отпуск в декабре. Ну, вот, счастливо, счастливо тебе отдохнуть. Конечно, как-нибудь тут с ноги на ногу-то. Буду скучать. Что-нибудь придумаем, да. Ну, все. Я с вами прощаюсь уже до следующей недели. Пока. Вы знаете ее имя. Вы слышали ее голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм».